Заниматься земледелием Александр Шарапов начал в 2000 году. Тогда посеяли полторы сотни гектаров. Сегодня уже на полутора тысячах гектаров растут пшеница, ячмень, горох и овес. Горох уже собрали. В этом году урожайность 27 центнеров с гектара. Сейчас приступили к уборке пшеницы. Сейчас сразу же мы берем первичную переработку, переработку зерна через зав 40. Только запустили? Только запустили. Первые буквально машины свалены. Настройка. Настроил зав. Все. Идет. Коллектив у Шарапова небольшой, поэтому часть работы приходится делать самому. Александр и на заве, и в поле. Контроль постоянный. Посупать, я нормально. В поле у Александра три комбайна. В этом году приобрели новый вектор. Комбайнеру Рустему Нурмухаметову машина нравится. Только привыкать к агрегату, где половина процессов управляется электроникой, было сложно. Медведи нам в мотоциклах учат. Мы что, хуже медведей, что ли? Техника хорошая, конечно. Пораньше мы еще таких выпускали. Еще что можно сказать. Осваиваем потихоньку. Погода в конце августа подвела, рассказывает Александр. Из-за сырости не могли выйти на поле. А теперь, по прогнозам, самое время молотить. Уложим все в сроки, получим. Берем, все нормально будет. Лишь бы была, стояла погода. Погода будет, все нормально будет. Техника отремонтирована. Все хорошо. В Сафакулевском районе яровые культуры засеяны на площади 48 тысяч гектаров. Из них 35,5 тысяч – поля пшеницы. Пока убрано порядка 9 процентов, рассказывает начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Александр Коноводов. Аграриев смущает цена на хлеб. Цена низкая. Мы ожидаем себестоимость не ниже 4 рублей за килограмм. А нам на сегодня предлагают 3-3,2 вот в таких пределах. Это, конечно, не устраивает. По словам Коноводова, фермеры планируют продавать лишь часть урожая, чтобы покрыть текущие расходы. Остальное будет лежать в хранилищах, пока цена не поднимется.